В Екатеринбурге открылась Академия Достижений. Это школа для чиновников, точнее для детей чиновников, но и всех желающих, кто хочет туда прийти. И СМИ уже написали о том, что вот бюрократов хотят воспитывать пеленок, потому что в очень раннем возрасте туда можно привезти человека. Есть очень негативные отзывы. Например, говорят, все бюрократы дошли просто до ручки. Они теперь свою касту логическим завершением сделали, когда человек разве что не рождается чиновником, а начинает воспитываться, учится, учится, и вот так до могилы будет работать госслужащим. Сегодня с создателями этого проекта поговорим. У нас в гостях Дмитрий Панов, координатор проекта Академии Достижений и тренер-психолог Вероника Потракова. Здравствуйте. Хотите Вы создать специальную замкнутую группу людей в Российской Федерации, которая будет по праву крови служить на службе государства? Добрый вечер. Вы действительно сказали, что новость обсуждаема, новость интересна в Екатеринбурге. В принципе, все, что связано с нашими чиновниками, очень живо в мыслях и идеях наших горожан отражается. Академия Достижений и Карьеры, она, конечно, не преследует цели создать касту чиновников с пеленок детей, готовить к этой должности. С другой стороны, мы хотели бы, чтобы молодежь, которая пойдет в Академию Достижений, и родители, которые бы отдавали своих ребят на обучение по программам Академии Достижений, может быть, немножко с другой стороны, посмотрели на этот тяжелый ежедневный труд, посмотрели на работу в министерствах, на местах, и, может быть, поменяли где-то свое мнение, то сложившееся мнение, которое сейчас есть у чиновников. Чего менять? Вам любой ребенок скажет, хочу вырасти, стать чиновником, ну или работником госкорпорации. Это абсолютный социальный приоритет сейчас. Ну, это самые успешные люди страны, чего уж там. Да, вы правильно сказали, ребенок хочет, за этими словами стоит, я хочу быть успешным, я хочу много зарабатывать, я хочу себя реализовать. На самом деле, не важно, где он будет работать, просто такие сейчас ассоциации. Да, я хочу пойти в Газпром, я хочу пойти в министерство, в правительство, и ребенок ищет любые возможности, правда, не всегда их реализовывает. В принципе, цель Академии Достижений – дать человеку возможность, либо понять, что это его сфера, и дальше там развиваться, дать определенные навыки, которые ему для этого нужны, либо просто понять, что, да, это не мое, я не готов к такому большому объему работы, я не готов работать с бумагами, с документами, с техническими заданиями, я тяжело справляюсь, может быть, с публичными выступлениями и так далее. И, допустим, мне больше близок бизнес, либо какая-то более скрупулезная работа, либо связана с наукой и так далее. Слушайте, ну у вас же нет там в списке занятий ничего такого, что было бы монотонным, нудным, вы же их не в библиотеки вводите. Вы чему вообще хотите научить детей, какой навык им привить? Ну, вроде на аналитику тоже никакого упора нет. Безусловно, все программы рассчитаны на различные возраста. Вы правильно сказали, что дети приходят даже самые маленькие, с трех лет уже родители готовы приводить в Академию своих и сыновей, и дочерей. Для чего они это делают? Конечно, речи о карьере, о профориентации при таком маленьком возрасте еще не идет. Мы хотим, чтобы наши дети были успешны, были счастливы уже на первых годах своей жизни. Жизнь ведь начинается не тогда, когда мы заводим семью, либо поступаем на работу. А жизнь начинается вот с самых первых дней. И ребенок в наших программах учится общаться, учится дружить, учится адекватно реагировать на конфликты, выходить из них победителем. Может быть, находить возможности подойти к человеку, куда он набежен. Может быть, найти возможности радоваться лишний раз. Если мы говорим про ребят-тинейджеров, от 9 лет до 14 лет, ребятам важно не только общаться, а общаться эффективно. Им важно выстроить взаимодействие между родителями, взаимодействие с родителями, взаимодействие с учителями. Каждый из подростков по-своему лидер, по-своему конкурент. Мы все конкурируем между собой. Понятно, у вас навык общения очень развит, хотя вы не ходили ни в какую академию. Вероника, зачем вообще учить быть чиновником? Это не такой уж какой-то серьезный, наверное, навык. Ничем не отличается от работы в компании, вообще от работы в коллективе. Это всем нам необходимые навыки, то, о чем сейчас говорит Дмитрий. Или есть все-таки специальные умения, которым стоит обучать с 3 лет? Расскажу про 3 года, начиная с 3 лет, то, чем я занимаюсь в Академии. Давайте будем говорить так. Да, лидерами, конечно, рождаются. Не все те, у кого были задатки лидера, смогли стать таки настоящим лидером. Очень важно создать для ребенка ту среду, когда он сможет развиваться в ней. Развивать активность, ответственность, самостоятельность, смелость. И эти самые навыки, конечно, пригодятся ему потом, позже. Начиная с 3 лет, мы постепенно готовим ребенка, постепенно готовим ребенка ко взрослой жизни. Дети приходят в 3 года вместе с родителями. Мы создаем очень хороший тандем в семье, чтобы родители развивались вместе с ребенком, и ребенок развивался вместе с родителями. Очень важно, чтобы ребенок гармонично проходил все стадии развития, чтобы не было ничего упущено. И когда он приходит в школу, у него очень хорошо развит интеллект, но, к сожалению, он там не успешный, только лишь потому, что он очень боится, он не умеет общаться, он боится говорить у доски. И если это уже пропущено, если это не сформировано, ему потом очень сложно будет перебороть этот страх, эти комплексы, эти тревоги. Не соглашусь с вами. Я так опешил, что даже записал активность, смелость. Это, мне кажется, все, что мешает успешному чиновнику. Все-таки отечественный чиновник должен быть в первую очередь лояльным и послушным. Ну, в общем, практически синоним. Он сначала должен, когда он небольшой, быть исполнительным, а потом, когда подрастет, доказать своему клану, что он ему предан и ни в какой ситуации его, ну, в общем, не бросит. Человек, который лучше всех держит слово и который, кстати, плохо говорит, плохо выступает на людях, ну, во всяком случае, в начале своей карьеры так было. Это Владимир Путин. Он был вообще далеко не цицерон. И ничего, глава государства, вот, преданный, такой принципиальный для своего круга. Почему не учить чиновника будущего или ребенка, ну, там, сносить какие-то агрессивные воздействия коммуникационные и не поддаваться на провокации? Ну, давайте будем честными. Чиновник должен быть выдержанным в первую очередь. Может быть и так, можно с вами согласиться, да. Но я как психолог сразу начинаю, да, внутри. У меня очень много вопросов появляется и возражений. Я бы поддерживала еще такую идею, что очень важно, чтобы, да, человек умел общаться и конфликтовать. Ну, конфликтовать верно, да. Сотрудничать. Конфликт – это встреча мнений, да, когда встречаются разные мнения. И очень важно при встрече разных мнений найти ту третью, да, ту третью идею, ту третье мнение, когда мы можем к чему-то прийти. Вы хотите мне третье мнение сейчас навязать, а я не буду сдаваться. Все-таки мне кажется, что лучшее для чиновника, который хочет сделать карьеру поведение, это не находить никакую третью мысль, не идти ни на какой компромисс, просто согласиться, пока ты не главный. А когда станешь главным, можешь себе все позволить. Тогда мы говорим просто, еще можем говорить о цели и полагании, да, какие у меня есть цели. Моя карьера, какая она? Вершина карьеры чиновника в российском государстве – это стать президентом. Да. Даже при премьере Путини, например. И в академии, приходя в академию, ребенок может пробовать, да, может проходить собеседование, может ходить в организации, беседовать с теми людьми, кто уже в этом работает, чтобы понимать, его это или не его. Нужно ему туда идти или не нужно, или ему достаточно просто в какой-то хорошей другой организации быть активным, смелым, да, стремительным руководителем, да, или все-таки его манит карьера чиновника. Дмитрий, помогайте. Все-таки ваша коллега не о том говорит. Вы говорите, что ребенок сможет прийти и понять, подходит ему это или нет. А вы ему не то предлагаете. Вы не предлагаете ему жесткий прессинг, вы не предлагаете ему тяжелую работу, вы предлагаете ему сказкотерапию, занимательные занятия, общение со сверстниками, ну, кто же откажется от общения со сверстниками, какие-то разговоры про лидерство, ну, вы обманываете, жизнь чиновника тяжела и полна невзгод. Почему не устроите стресс-тест? Ну, кстати сказать, по поводу стресс-теста, как раз-таки провокации, стрессы, это то, с чем все-таки ребенок сталкивается. Хочу заметить, что все-таки не самой главной целью Академии вырастить чиновников, как вы говорили, сделать какую-то касту. Это площадка, где, во-первых, ребята смогут встретиться с людьми, кто уже долгие годы проработал либо в органах государственной власти, либо занял массу своим собственным бизнесом, либо как одна из сфер Академии достижений, это правовая деятельность. У нас есть встречи с адвокатами, с юристами, они также могут рассказать свой нелегкий путь, не обязательно зацикливаться именно на чиновниках. Но что интересно, что объединяет все программы в Академии достижений, то, что ребят, да, в три года это знакомство, в три года это творчество, в три года это познание мира. Чем старше ребенок становится, тем больше испытаний ему готовит Академия. Там есть стресс-менеджмент, там есть тайм-менеджмент. Очень четко нужно понимать, научился ты к этому времени, планировал свой рабочий день, или тебя этому нужно научить. Не боишься ли ты сейчас сесть за один стол с известным человеком и вести с ним переговоры, или тебе нужно этому научиться. Ребенок на занятиях в Академии понимает свои слабые стороны, свои точки роста, и тренер нарабатывает с ним вот эти пробелы, которые у него есть в жизни. Как он может делать карьеру? Здесь вам пишут, обычный детский сад выдают за Академию, вешают родителям лапшу на уши, обдираловка. Ну, вообще, как-то недобрые какие-то комментарии у вас, господа. Смотрите, чтобы это не походило на обычный детский сад, ну, любое заведение, которое претендует на то, чтобы человек, его закончивший, мог сделать карьеру, оно вообще дает такую важную вещь, как связи. У вас там есть хотя бы дети, высокопоставленных чиновников, чтобы вот я туда хожу, или мой ребенок ходит, и потом я мог ему позвонить, сказать, привет, Иван, мы с тобой вместе сидели в одном классе, помоги мне. То есть вот этот элемент Лиги Плюща у вас присутствует? Ну, хоть мы не ставим на первое место наличие связи, и не говорим, что связи в мире решают все. Но, тем не менее, мы очень радуемся, когда к нам приходят депутаты законодательного собрания, приводят своих детей, министры на телефонных разговорах говорят, что мы в скором времени обязательно к вам придем и посмотрим программы, и они интересуются. И то, чем мы действительно гордимся, это экспертный совет, который собрал 25 известных, узнаваемых людей города Екатеринбурга, Свердловской области, которые поддержали этот проект и сказали, что да, у него есть потенциал, его нужно развивать, и нужно смотреть на тех ребят, которые выходят из Академии Достижений. Действительно, к нам приходят дети высокопоставленных чиновников, если их так можно назвать, это дети депутатов, это дети бизнесменов, они приходят туда потому, что, возможно, дети этих людей наибольшую, ну, имеют наиболее, можно сказать, наибольшую мотивацию устроиться вот на подобные виды деятельности, потому что родители для них не имеют применение. А потому что у них еще скидка есть, для членов профсоюза и работников учреждений есть скидка почти вот тысяча рублей. Да, а это коммерческое предприятие? Вы на этом можете что-то заработать? Этот проект, он не коммерческий, как бы ни странно, это не звучало. На сегодняшний день, в 2013 году, у нас был пилотный проект, он длился два месяца, и в этом проекте Академия Достижений, который был поддержан правительством Свердловской области, уже обучилось 70 человек. Из этих 70 человек более 15 самых лучших проектов были представлены, наверное, перед экспертным советом, получили свою оценку, рекомендательные письма и пошли дальше. В 2014 году мы запустили этот проект уже с более ранними возрастами, и этот проект не является коммерческим, потому что все деньги, которые платят родители, они уходят на оплату работ бизнес-тренеров, преподавателей, психологов и аренду помещения. Многие преподаватели... Если случится, простите, кончается время, если случится девальвация, вы повысите стоимость обучения? Я думаю, что мы вместе найдем выход из этой ситуации, тем более, что многие тренера, которые работают у нас, даже не получают ставки, к которой они привыкли. Для них это социальный проект, и они готовы выходить к ребятам. Да, мы не повесим. Хорошо. Вы в чем храните сбережения? Мы сегодня тут в первой части программы много говорили про деньги. У вас в долларах, в евро, в рублях. Честно говоря, к ажиотажу, о котором вы говорите, лично я не имею никакого отношения, я не бежал и евро-доллары не покупал. Вероника, у вас в чем? Я живу здесь сейчас, как бы это может быть неправильно звучит с экономической точки зрения. Для меня важна моя семья и инвестиции в мое образование, в образование моего ребенка. Я считаю, что это самые надежные инвестиции. Великолепные ответы. Мы сегодня спрашивали зрителей о том же, в какой валюте вы доверяете больше всего, в какой храните сбережения. И знаете, ноздря в ноздрю, вот я сейчас обновлюсь, идут рубль и доллар. В общем, равнозначные валюты. 18% меньше всего верят в евро и считают, что европейской валюте не страшны никакие кризисы. И 24% – третий по популярности ответ в завешенной позиции считает, что нужно в трех вышеперечисленных валютах хранить деньги. Спасибо за разговор. Берегите деньги, не бойтесь кризиса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!